вот я не хочу пирожков сделать сливером сейчас поставлю сначала печень отварим потом легкая поставим ну и чтобы много не разводить короче лучше отварить а потом будем пашками потому что она варится быстрее чем легкая да и соли надо побольше сделать желательно ну вот печень сварили потом будем ой сейчас будем легкая ставить печень вытащим кастрюлю помыть надо сейчас чистой воды сейчас будем ставить легкое пусть пока она варится слегка сварится потом будем начинкой так сейчас вот ну вот сейчас будем заводить опару на тесто наливаем полмитра молока сейчас будем подогревать маленько до комнатной температуры чтобы было сейчас молоко маленько подогрели для комнат до комнатной температуры раз крашен сюда дрожи ну дрожи если сырых то можно полпачки можно скорее лучше поменьше полпачки дрожи раскрошили теперь добавляем столовую ложку сахара берем чайную ложку соли и разбиваем одно яйцо ну вот все это сейчас перемешиваем накрываем пленочкой и ждем пока у нас опара подымется как с шапочкой пенкой даст потом заводим тесто вот сварились легкие сейчас мы их будем доставать паша мой любимый перекрутит меня их потом я их с лучком буду обжаривать ну вот все сейчас будем пусть только остынет я пока буду заниматься тестом у меня опара поднялась вот опара поднялась я пока буду заводить на 100 покупаем муки мы не уменьшить пермога сначала пара шапочку дала пена подругу щелки добавляем добавили еще муки сейчас будем перемешивать руки помыли теперь заводим тесто тесто желательно заводить чтобы оно не шибко густое было тесто желтым потому что яичко добавили еще маленько муки сейчас гостепи надо добавить 3 столовые ложки подсолнечного масла теперь это все перемешаем по-быстренькому вместе с маслицем ну стоя не жидкая пусть теперь поднимается потихоньку накрываем ну вот а пока у нас у жены тесто поднимается я сейчас приготовлю начинку для пирожков сейчас нарежем печень легкая и начнем крутить крылья мы один к двум получается один кусочек печень едва будет легкого потом естественно это все еще перемешается и обжарится ну вот сейчас крошим лук поставили сковородку на раскаление сейчас будем обжаривать ну вот лук покрошили сейчас лук маленько попассируем слегка поджарить потом скидываем ливер масло побольше чтобы она сухая не была и лучку побольше желательно так чтобы для золотистого цвета маленько поджарился ну вот лук попассировали маленько ну да золотистого цвета сейчас будем скидывать все эту массу сейчас перемешиваем даже надо еще масло заливать чем больше тем лучше все перемешиваем и потом сейчас как маленько обжарится ждем пока спине там уже тесто скоро будут на подходе будем стряпать ну все наше тесто подошло сейчас будем стряпать пирожки так сейчас насыпем муки сковородку поставили и и и и и и и и и Вот. Начинаем делать пирожки наши. Тесто прям получилось на ура. Продолжение следует. вот идем уложить масло застрелилось пирожки нашли пока эти жарятся мы идем делать еще заранее вот первый заход готов наших пирожков вот так вот сейчас когда стряпаю будем ждать гости чити пики вот дожариваю пирожки снимаем последний сейчас будет у меня муж пробовать газ выключу а а и 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 ну вот будем пробовать что у нас жена рукодельница напекла ммм обалденно вкусно приезжайте в гости и вас накормим всем приятного аппетита безумный паша с вами Продолжение следует...